также таинственных и изощрённых преступлений. В 21.00 следим за интригой и убеждаемся, что наша Мария Сергеевна вполне способна затмить даже Шерлока Холмса. Мне очень действительно идут исторические картины. Я бы очень хотела, чтобы зритель увидел тот материал, на котором мы работали. Картинка потрясающая, великолепные костюмы. Представляете, как это трудно. За 20 лет практически мы ходим в форме, в современной одежде, и вдруг нас одевают, и очень сложно было в момент вот этого ряженых, чтобы не было. Этот момент очень трудный. Я надеюсь, что зритель поверит в то, что мы оказали в 19 веке. Ну, всё увидите. Это Большие Вести со зрителями Москвы и области. Увидимся буквально через несколько секунд. Добрый вечер. В эфире Вести из Петербурга. В студии новостей Игорь Страхов. Коротко о главном. Новый год без происшествий. ФСБ содержало террористов, которые хотели испортить праздник. Смольный поставил задачу сохранить ценные исторические фасады. Реставрацией таких домов, памятников займётся Геоп. Объявленное вторжение в первый день Нового года. Любители кино ждёт продолжение фантастической ленты Фёдора Бондарчука. Зима зимой и снег по расписанию в новогоднюю ночь. Синоптики обещают праздничную погоду, а вот потом – оттепель. Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дают признательные показания. У них изъяли улики, подтверждающие преступные планы. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России. Ведомство опубликовало видео задержания и одну из улик. Запись, на которой мужчина даёт клятву исламскому государству. Террористическая организация, запрещенная в нашей стране. Двоих молодых людей задержали в северной столице 27 декабря. Они, по данным силовиков, планировали атаки в новогодние праздники в местах массового скопления людей. Информацию о готовящихся преступлениях нашим спецслужбам предоставили американские коллеги. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». И сегодня же в Дзержинском районном суде избрали меру пресечения задержанным. Георгий Чернышов отправится в следственный инсулятор на два месяца. Тоже ждёт и второго фигуранта этого дела, некоего Никиту Семёнова. Путешественникам испортили новогодние праздники. Сегодня один из старейших городских туроператоров, компания «Северная Венеция», объявила о приостановке деятельности. Сообщение появилось на официальном сайте турфирмы. И офис на Пушкинской улице закрыт. С утра туда шли люди, которые купили путёвки в разные концы России. По их словам, буквально несколько дней назад сотрудники «Северной Венеции» просили прийти за призными билетами именно 30 декабря. А теперь несостоявшиеся туристы пишут заявление на возврат денег. В официальном сообщении клиентам рекомендовано обращаться в страховые компании. Собирались ехать с детьми в Великий Устье к Деду Морозу. Был подарок от бабушки с дедушкой. 4 января на 4 дня заплатили 110 тысяч. Дети очень расстроены. Ничего ни путёвок, ни ничего. Пишем заявление пострадавшие, все ходят, обещают. Но общая сумма страхования 500 тысяч на всех. Я с вами, в общем, надежды нет, я так понимаю. Пострадавшие также написали заявление прокуратуру. «Северная Венеция» работала на рынке более 20 лет. Специализация компании «Автобусные и речные туры по России».